Знаете, такое слово есть прекрасное, эксклюзивы, это как будто что-то принадлежит только тебе, либо какому-то ограниченному кругу лиц, а знаете, что еще прекраснее, чем слово эксклюзив, возможность поиграть больше фпс, чем 30, блин, за такую возможность я готов, я не знаю, все яйца из холодильника, просто вот отдать человеку, который готов портировать госупцию, Симу, Bloodborne, например, обалдежно было бы, я вообще к чему это все говорю, к тому, что Returnal скоро будет на ПК, и в связи с этим, не знаю, почему конкретно Returnal, просто как бы это самый первый эксклюзив Sony, точнее не Sony, а именно для PlayStation 5, я помню, как все такие, у нас Returnal, типа, о, а вы не в такое не поиграете, А, ну, и что, ну, типа, Так, так, что-то я разошелся, ну, в общем, хотел бы поговорить насчет тенденции эксклюзивности, Типа, надо ли оно вообще, типа, зачем оно, и как бы с чем его едят, если интересно, то давай присаживайся поудобней и начинаем смотреть С Horizon у меня очень сложное отношение, потому что я не смог в нее нормально поиграть То есть, что я имею ввиду, типа, она у меня была на PlayStation, были куча дисков, потом еще и цифровая копия бесплатно подъехала И даже за бесплатно я в это играть не хотел, абсолютно То есть, для меня игра, она абсолютно неинтересная, она пустая, просто нет желания в это играть Вот я запустил, и я вижу, как, знаете, как некую техно-демку, вот мне показывают, но нет желания в это играть Вот запустил, игра никак не показывает себя с каких-то интересных сторон, там, что ли Типа, не, нахер оно мне надо, я ее сразу снес и поставил нормального Ведьмака 3 Нормальный RPG, все классно, все интересно, самое главное в это играть, потому что Я не знаю, кто всерьез воспринимает Horizon, как хорошую полноценную игру Когда говорят RPG, ой, блин Какая-то не RPG, это экшен В открытом мире, вот и все RPG, это, блин, roleplay game, roleplay, вот знаете, что такое roleplay, а потом говорит, что это RPG Пожалуйста И для меня это просто, ну, никакущая игра, абсолютная И когда она вышла на ПК, я такой, типа, ну, прикольно Ну, мне насрать, у меня есть Ведьмак Мне это не нужно У меня есть Doom, у меня есть Fallout 4, New Vegas, господи, мне столько игр, какой-то Horizon выходит Ну, мне вообще, ну, вообще не вперся Вот, вот так вот в этом плане мне не удалось, так скажем, нормально поиграть в игру И мне не особо-то и хочется А когда вышел сиквел, я просто, ну, помер со смеху Потому что все сравнивают с Mass Effect 2, блин Хе-хе-хе-хе-хе, блин Какая тупость Сравнивать игру с... говном А вот отношение с серией игр God of War у меня достаточно странное Потому что оригинальную, так скажем, антологию Хе-хе-хе Потому что помимо трех игр есть еще две игры на PSP, на PS3 Ну, типа, сначала на PSP выходил, а потом на PS3 как такое HD переиздание Вот, не ремастер Просто HD переиздание Все Они офигенные Это классный слэшер с интересным сюжетом Я считаю, что, ну, лично для меня, это любимые слэшер игры Любимые То есть, кто-то любит, допустим, Dante's Inferno какой-нибудь И лично мне он не нравится Кто-то любит Devil May Cry Ну, ээээ, набивать очки это не мое, знаете Я люблю просто, ну, рубеть Чтоб все дохали, просто А-а-а-а-а-а И вот God of War для меня это идеальная игра в этом плане была. И когда анонсировали четвёртую часть, я такой, типа, прикольно. А интересно, это, типа, продолжение или перезапуск? И оказалось, что и то, и другое. Типа, софт-трибут, продолжение. Как-то так это можно назвать, потому что всё-таки последствия прошлых игр на нём отразились. Он теперь стал более мудрее, что ли, знает о всех последствиях. Последствиях, если Бог умрёт на родной земле, да? И что мне понравилось, то, что когда Атрей, так скажем, зарезал одного из сыновей Тора, его сразу Кратос, ему начал нравоучение, там, такой, ты чё творишь? Типа, у каждого есть последствия. А то Малой ещё тупой, но ничего не понимает, как бы. Он там зазвездился уже, мы боги, блин, там, это, цари эстрады. Ну-ка, Киркора, в принципе, и... Хе-хе-хе, господи, фига кого вспомнил. О, ну, в общем, это, по-моему, единственное, что мне понравилось. Вообще. Потому что всё остальное, например, а боёвка, которая деграднула, просто жесть. Отвратительнейшая боёвка. Просто вот это выбивание циферок топором. А-а-а-а! Нет, это не мой Кратос, боже мой. Мой Кратос в Фортнайте, он гораздо интереснее, блин. Хотя бы цифры не выбивает, блин. Нет, это херня какая-то, это не моё, нет. Боже, заберите это, уберите. Я эту игру прошёл на PS4, разумеется. Типа, это же God of War, типа, всё-таки я играл в прошлые игры, я посчитал, так скажем... Ну, прошлые-то я все прошёл, значит, и эту я должен пройти. Типа, ну, интересно, типа, чем всё кончится. А кончилось ничем, вообще. Нам просто дали полыгры, по сути. И вот Ragnarok, это вторая часть игры. Вторая половина. Вот. Причём, если кто будет, ну, захочет со мной поспорить, вы, блин, посмотрите, как она выглядит. Интерфейс, вот, я не знаю, там, геймплей. Вообще всё то же самое, блин. Ассеты, текстуры, всё то же самое, блин. Абсолютно. Ай, чёрт. А конкретно почему мне боёвка не нравится? Ну, она медленно и гумозно. Ну, мне, мол, ну, мне вот тут сколько в комментариях писали, типа, ну, он же старый. Кратос старый, блин. Ёпты, какой... Причём тут старый, не старый? Он полубог. Ему насрать на то, что он старый. Посмотрите, как Зевс хреначился, пинцы. Это с Кратосом. Он гораздо старше, чем вот сейчас Кратос в рамках. Шагнарёги. Да. Так что оправдание, ну, такое себе, знаете. Это... Ну, просто деградация моей любимой серии игр. Вот и всё. В принципе, как из любой серии игр. Вот сейчас возьмите её. Она вся вот в говно скатилась невероятнейшая. А дальше у нас Человек-паук. Любой человек, который зайдёт на мой канал, увидит, что у меня достаточно много видео про Человека-паука. Точнее, про игры. Ну, то есть, логично подумать, что я, возможно, ну, люблю эти игры, люблю персонажа, да, все дела. А, да, так оно и будет. Вы не прогадали. Но когда я увидел трейлер-тизер от новой игры, у меня просто настолько упала челюсть, что я, ну, не знаю, мне понадобилась помощь друзей, чтобы её поднять и ставить обратно. Потому что то, что я увидел, я такой просто, ну, аааа, это просто что-то было нечто, что-то новое после вот того отстойного амейзинга. Боже, блин, какое говно. Я вижу вот прям вот это, я прям вообще прям офигеть. Класс. Жду. Знаете, вот сказать, что я расстроен, это ничего не сказать. вообще ничего типа я был подавлен черт у меня только пика был и типа playstation никогда но когда вышел 2 там трейлер последний потом вышел где был доктор октавиус но его не показали потому что это интрига сюжета ай блин я так его желал то консоль просто у меня я никогда ничего в жизнь так сильного не хотел бы просто просто хочу и все прямо здесь прямо сейчас я даже не знаю я очень люблю пожрать но даже жрать настолько сильно не хотел как его поиграть эту игру в общем у меня и появилась и консоль и игра в принципе что-то интересно ну кстати когда появилась консоль игра то еще не вышла и я смог тогда впервые поиграть в бэтмена arkham knight блин и я ждал все это время потому что на комп комп у меня тогда был слабый вот не тянул нифига а поиграть очень хотелось а тут консоль все тянет отлично вообще еще до уходит 30 фпс но очень плавный прям вот отличный фрейм рейд и просто я это для меня просто лучшая игра про супергероев типа арком на это просто best of the best и когда значит выходит паук я в него играю но знаете больше эмоций я испытывал когда игру ждал а вот когда уже получил игру я такой типа типа вообще первый раз я прошел без интереса никакого блин она такая не скучная показалась такая неинтересная абсолютно я такой сижу и такой думаю твою-то мать вот это вот я сижу играю летаю но так скучно я понять не могу почему почему настолько неинтересно и потом я понял почему потому что прошлые игры гораздо лучше были я сейчас объясню почему не в плане графики там постановки блин слишком много кинца это раз слишком много кат-сцен боже мне не так бесит миссис мэри джейн так бесит с этим мазом посрали сам так бесит также ну прям как с занозом в зайца просто невероятно больно отсидеть все это а благо на пока это игра уже вышла и можно просто мод поставить на скип сетях и миссии в сраку потому что динамика есть миссии до прямо это заряженный тут миссис мэри джейн и просто у тебя как я не знаю как при эрекции просто писем стоял и тут упал блин и все потом ничего не хочется весь день абсолютно возможно такие проблемы только у меня но я уверен меня кто-то да понял вот если что пиши в комментариях понял ли ты меня ну в общем то есть я думаю суть сказуемо понятно что динамика круто хочется больше хочется еще мне суют этого негра блин господи только пальмы слез и сразу вот пожалуйста в город пустили боже я по у не пустил или женщина кто вообще и выпустил из дома полета то на газу включена иди готовишь женщину но нет она репортер господи девочка выросла хочет быть репортером но это я не знаю это просто кринж была не игра серьезная и проходил единственное что мне нравилось это джейджона джеймисон и вот эти вот вставки типа в человек по голубя сожрал например в общину но это было дико смешно типа да тупо ну почему-то мне меня это веселило типа потом мы мы могли помочь человеку да там спастись и он там типа потом вот этот типа человек был пострадал человека пока он такой то нет у него что-то спас такой ой у вас там стальгомский стальгомский синдром господи стокгольма господи я выговорить нормально не могу то есть достаточно рофельный момент игры и меня он дико нравится это единственное что вообще мне все так скажем все прохождение скрашивала это джейджона джеймисон так что он того явно стоит и что мне не понравилось окончательно это полеты черт знаете как круто были реализованы полете в третьем пауке черт во втором то есть блин есть скелет юзайте его нет они решили сделать все с нуля ну ладно как бы я понимаю с нуля тоже в принципе хорошо если юзать там физику игры да да говна пожуйте пожалуйста нет вы не получите физику паука вы получите рельсы саны потому что я что заметил вот ты нажимаешь кнопку полета и он как будто прыгает на определенную точку вот так скажем невидимую на кита рельсы до вагонетку прыгает и вот чисто по ней вот так летают все здесь нет физик нет вообще ничего боже как все это отвратительно выглядит но не имею да не выглядит а играется и чувствуется выглядит это конечно же все очень красиво такие анимации нет пожалуйста мне я пришел играть в игру мне нужен геймплей мне нужны анимации я не смотрю там мультфильм какой-нибудь вот кстати в этом же году когда вышла эта игра уже четыре года назад блин когда вышел и мультик про паука вот он прям хорошо смотрится и когда в так скажем dlc к пауку вышел моя майлз моралес да вот такой ну дополнение к грин там на четыре часа но почему-то говорят что это отдельная игра не вот не совсем конечно понимаю такую тенденцию но все же как бы дополнение ну да в принципе нормально но игра вот это мазморалес вообще такой неинтересный такой скучный сам по себе он не какущий боже мой а вот эти вот гонки типа где питер сделал значит голографического паука боже мой у ничего паркера который за хату заплатить не мог он сделал голограмму ну нифига себе блин типа уже продавать тогда их что ли сможет жить нормально нет он все равно не щует бы ну чуть ли на помойке не живет ой умалился моралеса я уже играл на компе да стороне ту скачал поиграл и мне не понравилось очень-очень такая себе игра абсолютно типа просто паук marvel spider-man куда менее он такой более-менее интересно типа октавиус мне очень понравился вот конкретно он прописан хорошо мне вот очень он понравился питер ну такое себе а вот его морда боже у меня отдельный ролик про это есть можете посмотреть а там просто все разусолил размусолил это просто отвратительно морда и мистер негатив мне понравился да у немного изменен в принципе как с точки зрения канона сюжета но это хорошо мне это вкатило понравился как принципе вот новый фильм про бэтмен он тоже так скажем измененный своеобразный но он прикольный принципе как и мистер негатив шокер есть тут у нас рину нурин вообще кстати классный у него костюм мне очень нравится принципе а стиль у игры есть он очень классный но сама игра как-то получилось довольно однообразный скучный к сожалению я надеюсь что сиквел хотя нет у меня же нет никакой надежды на самом деле и вообще я похоронил их уже давным-давно примерно когда эта игра и вышла разочарованию моему не было предела но все-таки там типа будет и веном а значит будет и черный костюм после я я так обосусь со смеху если там не будет никакого черного костюма вот тупо веном будет а это а веномом будет как в этом мультсериале типа 2012 года как в избран младше вы же гарри и он типа там будет что-то свое чудить блин и просто такую горбую нужно просто так скажем похоронить этого паука окончательно и да типа все говорят вот я ради паука можно по из 5 взять ну я лично для себя понял такую штуку что нет нет пацаны нет я лучше годик подожду тем более соня уже объявила что все их эксклюзивы будут выходить спустя год на пика я лучше поиграю в 60 fps на компе на высоких чем блин я не знаю даже какие там настройки но скорее всего средний низкий блин если не просто низкие в 30 fps ужас спасибо я не хочу такого экспедиента хотя кстати на ps4 оригинальная игра в принципе нормально выглядит играется но после пк версии в это больно возвращаться скажу я вам так это больно и теперь наверно пойдет следующая игра которая стала для меня неожиданностью когда эта игра вышла на ps4 было эксклюзивом я очень хотел в нее поиграть прям даже обзор сделать в свое время когда она была так скажем максимально актуальной но он меня остановил тот факт что я игру засрал дико да я ее обосрал облил всеми по моими которыми ну только мог облить и сейчас мне ну не то чтобы стыдно за это но просто как-то я сделал это зря игра очень достойная игра отлично хорошая но это все познается в сравнении потому что проходил я ее не на ps4 не на ps5 она пика на высоких в 70 fps ну там 6570 вот так вот короче но зато стабильно и я просто такое удовольствие испытал о 55 часов на и на моих вот наигранных блин я думаю это не предел я буду перепроходить эту игру она просто бомбическая черт это верно теперь моя самая любимая игра про зомби апокалипсис да и к сожалению низкие продажи плохие обзоры все это уничтожили сиквел который как я считаю могут быть гораздо глубже интереснее чем оригинал потому что все-таки да из ган я считаю это единственный и лучший эксклюзив у sony который он только вот могут иметь да может мне сказать ой году вор там там блин говно из жопы у нас horizon есть тоже кал не интересно в это играть вообще то есть я как человек который любит игры игры хочу играть в игры а не смотреть кино мне ну не надо захочу кино посадить я в дэс трендинг зайду все-таки 11 часов кат-сцена вы так скажем гений постарался блин хотя раньше гений выпускал игры такие игры что давали ну прикурить всем остальным я сейчас конечно же про metal gear 1 1 как минимум боже 2 3 все гениальные все хорошие кроме phantom pain говно из жопы блин ладно не суть но меня это просто опискуражило что ли я прям как так ну блин игра то хорошая но все таки надеюсь что все таки разработчики смогут настоять на своем и они сделают сиквел который будет очень достойный и лучше чем первая часть да все таки да мне игра дико понравилась она прям ох прям зацепила меня втянула что ли в этот мир зомби апокалипсиса и бесконечно заливаем их канистры в байк но что-то мне не хватило что ли после ее прохождения наверное все таки сиквела да скорее всего его но было прикольно себе поставить например господи из дострендинга то вот бб я и наверно финальная часть ролика ластов ас ластов ас 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 одни из из нас это так выбесила еще в тринадцатом году когда это одни когда последним типа понятно что длинное слово ой блин как уж на сковородке просто вывернулся первая часть я ее сразу прошел на ps4 да так сложилось и первая часть мне очень нравится очень хорошая игра прям я не знаю даже ну придраться к нечему просто вот просто хорошая игра да такой сюжет и банальный такой вот обычный road movie но интересно наблюдать за так скажем зама взаимоотношениями героев все это но к сожалению у всего это есть и минус это в первую очередь кино они игра а я все-таки как я говорю люблю игры я считаю что благодаря такой вот штуки как sony эксклюзива мы начали просирать игры мы теперь не видим их практически а если видим то для нас они максимально сложные ай ужас пощадите меня и вообще-то жесть да недавно я прошел call of duty modern warfare 2 он просто решил поиграть типа почему нет я ее прошел но блин насколько там геймплея больше чем во всем last of us просто я такой сижу и думаю блин а это же каждый год выходил а какой ужас блин чёрт да первый last of us был хорош второй тоже хорош ну а чё вы ожидали что я буду обсирать да ну подумаешь вторая часть была посвящена клюшки там господи не это конечно был мощный момент но потом мне как-то стало пофигу что ли типа помер помер чё бубнить то типа да он негодяй и тварь типа понятно он убивал людей ради собственного выживания да ну получил выследили но то что мне не нравится что происходит да с тем что в так скажем ремастере номер два который вот анонсирован на пк тоже буквально вот недавно те есть предзаказ можно предзаказ оформить там врач тоже изменен там все вещи изменены под вторую часть мне вот это не нравится то есть блин история была такая она была сделана вот так а зачем блин теперь я не знаю я лично я ну на пока конечно же куплю пройду блин в лучшем ее виде так скажем эту игру но вот то что было сделано изначально уже пропадет навсегда к сожалению а я имею ввиду не просто какого-то там врача до а вот видение разработчиков она была иначе она была другим теперь же нил драгман который раньше просто ну когда первая часть разрабатывалась был одним из сценаристов одним из разработчиков теперь он там просто у царя бог его там поставили он там делать что хочет и творит он такую фигню ну боже мой надеюсь третьей части никогда не будет потому что это уже будет не ласта фас это уже будет что угодно но не та самая история не те самые персонажи конечно же она будет будет третья часть будет и четвертая часть и все они вот запомните мои слова все они будут пары паразитировать на прошлых частях на первой на второй типа помните мы так здорово джоэла грохнули клюшкой для гольфа помните да а помните тут генри и сэм помер о помню помню еще выходит сериал по ластов вас я по его посмотрел да с удовольствием почему нет ну и все никаких эмоций раньше они были типа вау наконец то жду сейчас уже просто насрать